Всем хай, народ! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой новостной ролик касаемо The Isle of Rima. Вышел девлог под номером 49. Сырой, как по мне. И, честно говоря, я ожидал увидеть плюшек больше. Но давайте пробежимся по нему быстренько, а потом скажу вкусняшку, которую когда-нибудь увидим в игре. Если что, мы продолжаем следить за Эврима. Но прежде чем перейдем к краткому озвучиванию девлога, важная информация для игроков. Борьба с читерством в игре. Они перешли на новую систему обновленного античита. Уж не знаю, насколько это теперь будет работать. Давно не заходил, но проверяйте. Итак, в этом месяце разработчики устремили свои взгляды на завершение механики захвата Омнираптора. Так как она будет использована в качестве основы для других будущих динозавров с их собственными специфическими вариациями. Также на хардах убрали всевозможные ошибки. О мутациях основные функциональные возможности заключаются в исправлении ошибок и уже протестированных значениях баланса. Единственная основная механика, которая все еще недоступна на данный момент, связана со старейшинами ВАУ, над которой планируется работать дальше. Серьезно? Так быстро переключиться к старейшинам? Я, конечно, слышал, что после мутации будут старейшины, но что бы так быстро? Еще об одном изменении, которым нам напомнили, заключалось в том, что некоторые атаки Диаблоцератопсов и Тенантазавров позволяют теперь сбивать фрукты с деревьев, а также открывать кокосы на земле. Некоторым разработчикам, кстати, не нравилось работать с настройками Диаблоцератопса. Звуковые дизайнеры, как обычно, рассказали кучу огромной инфы о том, что переработано много звуковых эффектов и вокалов для динозавров и окружающей среды. Некоторые из художников команды продолжают большую часть трудиться над автомобилями в игре. Кстати, скоро уже не знаю, насколько, но нам покажут их в официальном Дискорде. Ну что же, в скором будущем устраиваем Need for Speed на автомобилях наемников Apollo по Getaway. Хотя, какое там скоро, но увидим. Уникальная механика спарринга Диабло открыла огромное развитие в будущем для других видов динозавров, и она еще будет чуть изменяться со слов разработчиков. В игре сейчас больше внимания уделяется мутациям, грэплингу, омнирапторов, спаррингу и Диаблоцератопсу. Что касается Алазавра, ловите новую анимацию. Но сразу вас разочарую. Хотя многие его игровые элементы уже готовы, как говорят на большое количество процентов, его не стоит ждать так быстро, как многие могли подумать после выхода дополнительного скрытого ролика, где явно засветился Алазавр. Но по некоторым утверждениям, быстрее выйдет Тернозавр Рекс, так как много уникальных анимаций и способностей уже прописано и тестируется постоянно командой Кьюалити Асраундс. Кстати, и про Майазавра. Немного забудьте, возникли некоторые проблемы в его технической составной. В общем, как обычно, все идет по плану Донде. Ладно, пусть идет. Ну и изюминка сегодняшнего вечера. Не знаю, насколько интересно. Экран смерти. Когда-то я говорил об этом с полгода назад. Ваш персонаж погибает. И дальше вы не видите ничего. Вылетаете в меню выбора Динозавра. По заверению разработчика уже готовится интересный экран смерти, так сказать. То есть после того, как вы погибнете, нам будет предоставлена небольшая, возможно, сцена. Секундный отрывок. Кат-сцена. Поражение. И плюс мы сможем увидеть, как нас поедают живьем. Надеюсь, поняли, о чем я. Круто. В общем, палец вверх, подписка на канал и бей в колокол. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok